Ура, ура, ура! Мы приближаемся к какому-то финишу. 21-е, вот оно. Да, ну так хочется открыть 25-е. Тем более нас раззадорили, уже сказали, что там что-то, что-то замечательное. Так 25-е или 24-е? А где 25-е здесь? Наверное, 24-е. Ну, три дня осталось. Давай я буду открывать тоже 21-е. 21-е. Ты знаешь, где он? Я 24-е вижу. Ну, он, конечно, он огромный. А 21-е? 23-е. 23-е, 25-е, 17-е. Вот 21-е. Здесь где-то? Я не вижу. Да-да-да, вот здесь. А, вот он, ага. Так. Да, наверное, надо было оставлять открытыми окошки. Зачем? А чтобы снова по тем же не проходить. Да нет, нормально. Нормально? Ну, ладно. Вот, все. Наш улов, две конфетки. Кофе. Да. Пойдемте, откроем еще там. Ну. Тин-дин, тин-дин, 21-е. Как ты быстро их находишь? Здесь большие номера, и все четко. А не то, чтобы там конфет нам. Что дают сегодня? Прям еле поместилось. Вот, видишь, протаскивает. Ой, а что там такое? Что там такое? Может быть, тушь какая-нибудь, может быть. Ну, нам уже не терпится, открывай. Вот фиг тебе. Смотри, как красиво. Бру, грун. Ой, что-то для... Для бровей. Бровей. О, какой же номер 8601. Ну, так открывайте. Смотрите, какой здесь. Туненький, туненький. Огромная такая коробка. С двух сторон? А что там с двух сторон? Да, ну, с двух сторон. А, с одной стороны карандаш? Думаешь? Да, но мне кажется, это твой цвет. А, у кого-то серый, да? А, с листички. Мне кажется, это твой цвет. Да? А можно как-то посмотреть? Ну, вот. Ну, да, светленький. Так, а здесь... О, а здесь немаленькая коробочка такая. Да, здесь коробочка. Такая зебристая. Зебристая. Я его ждала. Хочу попробовать, да, для глаз. Клиник, для век. Я тебя буду воровать, потому что у меня заканчивается. Посмотрим, посмотрим. У меня, кстати, кроме клиник, ой, кроме тональной основы из клиник, ничего никогда не было. Ничего. Ты будешь фокусироваться или как? Не хочет, представляешь? Поэтому я даже не знаю, какие кремы там. Ну, мне не кажется, что тебе это понравится. Это такой... Но цвета оба сегодня очень красивые. Очень красивые, да. Нежные пастели. Мы приехали в Меркадону. Здесь гораздо меньше машин, чем обычно вечером. Тем более в субботу. У мамы такая теория, что здесь местные в Меркадоне не закупаются к Новому году, к Рождеству. У меня такая цель. Да, но нам здесь базовые вещи надо. И на время Рождества, на праздники. Да, и кроме... У нас гости должны прийти. Нам нужно еще несколько вещей для гостей. И несколько вещей купить для рецептов, которые мы будем делать, чтобы вам было веселее. А, у меня... С экспозиции, оказывается, правильный. Мы приехали в Эсклад. В Меркадоне все закупили. Мама там заинтересовалась комендарем. У нас у директора тоже работают. У нас у директора... Слушай, а вот там, что ли? У меня это просто дисплей такой. Ну, люди выезжали, и дети просили игрушки. Смотрите, какой остался стенд. Без урона. Все уже размели. Мы только приехали домой. Слышите? Слышите? Нет, не слышу. Ну, не слышите, да. В общем, здесь такая вьюга началась. Ветер 10 метров в секунду. Все качается. Дождик только что прошел. Хорошо, что мы приехали. А, вы ничего не видите. Вы только меня видите. В общем, вот там ветер. Итак, разгрузилась я. Это то, что мы купили. Просто для себя. Все, что у нас закончилось. У мамы дынька закончилась. Потом все салаты. Они, конечно, по транспортировке у нас капельку помялись. Вот такие разные салаты. Спаржа. Вот лук. Вот пашот он называется. В общем, вот этот лук. Это для рецепта взяли. Репчатый лук. Картошечка. По-моему, засвечено немножко сейчас. Если вы слышите вдруг этот ветер, то у нас отсюда еще слышно, как он гуляет даже. Ананас. Корень имбиря. Очень интересную вещь я буду делать с этим имбирем. Маме понравились перцы. Ну, мне тоже, на самом деле, понравились перцы. Мы их запекали с картофелем. Рецепт, по-моему, на прошлой неделе был. В общем, взяли эти три перца. Чеснок. Тоже для всяческих рецептов. Просто для жизни. Мои любимые помидоры кумата. Морковка. И голубика. И вот это тоже, это последнее, что мы взяли, не под рецепты. Ну, яйца тоже, конечно, большая часть под рецепт. Но, в общем, яйца размера L. Каперсона закончились. Очень вкусно. Они идут с этими соусами всякими. Горчица. Но она нам понадобится, потому что, ну, в любом случае, на Новый год нужна горчица. Не знаю. А вот эта штука очень маме понравилась. Это питьевой йогурт из меркодоны с клубникой и бананом. Это мне понравились вот такие йогуртики. Новые взяла вкусы. Это яблоко, не яблоко это. Это ананас с ванилью. И клубника с каким-то бисквитом в карамели. В общем, такие. Ну, и обычный йогурт. Сейчас я вам буду показывать, что мы взяли именно под рецепты. Но если кто-то догадывается какие-то рецепты, вы не портите сюрприз всем остальным, кто не догадывается. Мы потом все покажем, все расскажем, как из чего, что будем делать. Для этого рецепта понадобится... Ну, не для этого рецепта. В общем, для одного рецепта понадобится зеленая чечевица, огурец. Вот такой взяли лучок зелененький. Баттернат скош. Это вот такой сорт. Вот именно такой сорт тыквы. И петрушка. Вот следующий набор такой. Кстати, у меня появилась идея. На самом деле, если кто-то хочет, может тоже закупить прям вот набором ингредиенты эти. И потом под видео, когда выйдет рецепт, вместе все это и приготовить. В общем, ну, это такая идея. Не для каждого, конечно. Ну, для кого-нибудь. Взяли курицу, голени и окорочка будем потом разрезать еще здесь. Это все для одного рецепта. Анчоусы. Без косточек оливки. Вот такая смесь. Это не просто томатная паста. Это томатная паста с чесноком, солью, с сахаром. В общем, уже и, по-моему, с луком. То есть, там уже поджарка, грубо говоря, такая получается. И бальзамический уксус. Не бальзамический крем, а бальзамический уксус. Разница в том, что бальзамический уксус, он, слышите, он жидкий. А бальзамический крем, он очень-очень густой. Вот. Такой наборчик. Десятый раз уже сказала. И для, по-моему, прошлого и для этого рецепта бульон. Конечно, бульон можно самим сделать, но мы решили купить, чтобы и так много времени у нас на все перед Новым годом будет еще уходить. Вот такие макароны. Они завернуты, как такие небольшие ракушечки. Я не знаю, то ли это редис, то ли это еще кто-то. Но похоже на... Нет, не редис. На речку похоже. Это мама выбирала. Нут. И вот такой набор. Здесь куча всего. И курица, и вот такая кровяная колбаска. Фарш с зеленью и там еще чем-то. Это косточка от хамона. По-моему, это свиной жир. Мне так кажется. Тоже с косточкой. Какая-то нога. И еще кости говядины и свинины. Вот. Это такой полностью набор продается для вот этого рецепта, который мама будет показывать. Теперь я поняла, что моя предыдущая реплика была не совсем правильной. Потому что, например, вот для этого рецепта у нас часть есть дома, а часть вот мы купили. Это тоже такой единый рецепт. Хотя мне кажется, что макодомию и вот... Вот это эти... Сейчас, как они называются. Чернослив. И чернослив мы взяли для другого какого-то рецепта. В общем, этот рецепт две плитки шоколада. Шоколада темного от 40%. Очищенный миндаль. Такой, ну, не дробленый, а в муку перемолотый миндаль. Цукаты. У нас здесь папайя и ананас. И фундук. Ну и кроме этого, для этого нужны различные специи. Ну вот мы докупили гвоздику. И вот эту гвоздику перемолим. Потому что я всю осень проискала здесь гвоздику молотую. Здесь ее нет. Поэтому мы ее перемолим. Мне еще нужно к тыквенному пирогу, который я хотела сделать. Гвоздику молотую. Ну, в общем, будет молотая гвоздика у нас дома. Это будет десертный такой рецепт. Для этого рецепта понадобятся вот такие печеньки длинные. Не помню, они как-то по-итальянски называются. Маскарпоне. Лимоны. Но лимоны в разные рецепты понадобятся. Или манчелло. Ну и еще взяли тоже для разных там рецептов. Понадобится белый сахар. Белый сахар у нас... Ну, мы его не брали еще здесь. У нас нет белого сахара. А этот сахар тоже понадобится для рецептов. Ну, кажется, что его недостаточно. У нас это тростниковый сахар. И придут гости, взяли прошутто. Нет, это не прошутто, это хамон. И просто рецепт будет с прошутто, поэтому перепутала. И вот такие маленькие... Ну, это сыр с разными-разными специями. Вот такие закусочки будем делать. Ну, это не единственные будут закуски. Ну, и взяли несъедобные всяческие вещи. У нас здесь нет воронки. Оказалось, что она нам просто необходима. Взяли воронку. Потом бумагу для выпекания. Вот такую чеснокодавилку. Вот это все фирма Фейкельман. Вот такая фирма. Взяли пробки для масла, уксуса, вина подходят. Вот такие не видно, отсвечивают пробки. И я смотрю... Ну, в Ютубе смотрю одного итальянского повара. Он все время рекламирует вот такие прикольные щипчики. Это для маленького чего-то переворачивать для готовки. А это для большого. Вот. Они... Ну, на конце они из пластика. То есть, такие тверденькие. Вот. В общем-то, там для гриля, овощей переворачивать. И я взяла вот такие две штуки. Вот. И еще для одного лайфхака я хочу попробовать. Это таблетки для чистки стоматологические. То есть, вообще они заявлены для чистки протезов. Но они просто стоматологические для чистки чего бы то ни было стоматологического, так скажем. Вот. И я их взяла, попробую. Потом вам расскажу. Ну, получится у меня то, что хочется или нет. Все. Все закончилось. А, нет, еще соки. И еще вот такие соки взяли. Мандариновый, гуава и персиковый. Вот. И, кстати, ну ладно, мандариновый мы брали, он вкусный, свежий. А вот эти фирмы мы не брали ни разу. Ой, здесь даже написано без сахара, я не видела. Я вышла вот сюда на улицу. Ну, с другого балкона. Здесь вообще и стулья свалило, и все свалило. И какой-то, ну, очень сильный ветер. Уже мама говорит, 12 метров в секунду он поднялся. Как же замечательно мы доехали. Вон, по-моему, все сильнее и сильнее становится. Ну что, дорогие друзья, у нас вечер. Вас снимает камера. Вас снимает скрытая камера. Мы даже закрыли персиану. Что-то дует, 16 градусов на улице. А задувает капитально. Какой капитально, очень холодно. Вот. В общем, мы замерзли. Я включила только что утопление. И мы будем ложиться спать. Потому что завтра у нас еще один насыщенный день. Еще один рывок. Да. Слушайте, эти магазины, они так много сил забирают. Прям ужас какой-то. Ну, тем более, что мы вообще собирались только в Меркадону съездить. А когда в Меркадоне были, мама говорит, а поехали в склад. Я хочу вам сказать, ну, я не знаю, конечно, может, в Барселоне тоже народу везде тьма. Как мы вот помнишь, в прошлом году ходили по Лидлу, по Ли, по всем этим магазинам. Но я вот смотрела сториз в Москве. Люди приехали в мега-теплый стан. Вообще негде припарковаться. Просто все забито. На воду тьма. Ну, здесь большая часть новых этих торговых центров, тот же самый вот этот склад, его построили, в прошлом году закончили строить. Прям при нас. Да. И там три этажа парковочных мест занят. Ну, вот один этаж занят почти 10 парковочных мест осталось. 19. Ну, потом 10. На минус втором 170 парковочных мест, на минус третьем 290 с чем-то. В общем, на вырост он создан. Нам сказали, что там еще бензоколонку достроят к февралю. В общем, он только строится новый. Мама говорит, куда? Этот город куда еще будет разрастаться? Ну, тут несколько городков как бы рядом. Они уже, по-моему, как пенетрируются друг в друга. Не, ну, на самом деле люди ездят в Сабадели, в Кортенглес, здесь вот этот Центр Коммерсиаль, по-моему, со всех городов тоже сюда приезжают. У нас называется вот этот Центр Коммерсиаль, торговый центр Сан-Кугат, а относится он территориально к Руби. Представляете? Не знаю, мне кажется, что все-таки еще здесь он. Территориально написано К Руби. Ой. В общем. В общем и целом. Я просто прислушиваюсь к этому ветру, он так забывает. Закончи сниматься и прислушивайся сколько хочешь. Ой, пишите, пожалуйста, не то, сколько мы жрем, а пишите, что вы покупаете к своим вечерам с гостями, чем вы их почуете. Какие-то, может быть, вкусные ликерчики или еще что-нибудь покупаете, рецепты какие-то делаете. В общем, каким образом проходят у вас предновогодние праздники, или же у вас все это уже на каникулах новогодних будет. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливо. И спокойной ночи. Пока-пока. Юга, юга, я ландыш. Привет, привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова